Дмитрий, если твой иммунитет не в состоянии побороться с вирусами, то может так и не жить, от прививки до прививки бегать. Евгения добавляет, вакцинировать лиц пенсионного возраста – это сократить его численность. Многие, кто привились, лежат теперь в онкологии. И Дарья подытоживает, не собиралась и не собираюсь делать прививку. Иммунитет позволяет. Сегодня будем развенчивать самые популярные мифы, связанные с вакцинацией от коронавируса. Здравствуйте, в прямом эфире ОТВ программа «Главная тема». Меня зовут Евгения Августина. В нашей студии главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Васильевич Фадеев, заместитель начальника Одинцовского территориального управления Роспотребнадзора по Московской области Анастасия Васильевна Чеберева и заместитель главы администрации округа Олег Васильевич Дмитриев. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. А я хочу напомнить нашим телезрителям, что они могут звонить к нам в студию по телефону на прямом эфира 8-495-508-86-84. Делитесь вашим мнением, как вы относитесь к вакцинации, а мы попробуем вас убедить сделать прививку. А может быть, вы готовы поделиться с нами вашим положительным опытом. Анастасия Васильевна, первый вопрос, наверное, к вам. Вчера Сергей Собянин объявил, что в Москве ситуация, к сожалению, стала немножко ухудшаться. Что в Одинцовском округе? Ну, начнем, наверное, с Московской области. На протяжении последних четырех недель не снижается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции. А в Одинцовском городском округе идет рост числа случаев новых подтвержденных коронавирусной инфекции даже выше среднеобластных показателей. Ну, я так понимаю, что это, наверное, такое сезонное явление. Или не совсем? Или мы бдительность потеряли? Ну, я думаю, что, наверное, снижена бдительность и сезонность. Все сразу. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. 8495-508-86-84. Здравствуйте. Алло. Алло, добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Лариса. Лариса, очень приятно. Задавайте ваш вопрос. Вы знаете, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а сколько, какое количество функтов вакцинации открытое Одинцовского городского округа? И где можно ознакомиться с данной информацией? Лариса, а вы уже, вы собираетесь сделать прививку, правильно я понимаю? Да, я хотела бы. Почему решили вакцинироваться? Ну, потому что я понимаю, что нужно себя без оплаты, а если куда-то еще выехать, у нее, конечно, нужно сделать прививку. Спасибо большое за вопросы. Ваше мнение, Лариса. 8495-508-86-84. Звоните. Кто ответит? Олег Васильевич. Да, наверное, я. Еще раз добрый вечер. На сегодняшний день в Одинцовском городском округе работают 23 пункта вакцинации. Причем с 24 апреля в стадии готовности финальной еще три откроются. То есть после 24 апреля будет работать 26 пунктов вакцинации. 16 из них работают в амбулаторном поликлиническом звене. Шесть – это торговые центры. И один – это на привокзальной площади Голицына, передвижной центр ФАП. Мы максимально, конечно же, стараемся информировать население о месте проведения. Во-первых, ну, в первую очередь, о необходимости проведения. То есть за последнее время порядка 140 публикаций в социальных сетях вышло. В постах и главы округа Андрея Робертовича Иванова, замов, соответственно, профильных служб Одинцовской областной больницы. Подключаем управляющие компании, чтобы в многоквартирных домах на информационно защищенных счетах была информация. В аптеках, торговых центрах, то есть где можно только максимально, скажем так, дойти до жителя, мы используем все возможные средства. И информация, естественно, по месте и о пунктах вакцинации обновляется. Да, также мы задействуем родительские чаты через систему образования, то есть чтобы, в общем-то, любой житель смог максимально быстро получить самодостоверную информацию. А как выбирается локация для пунктов вакцинации и режим их работы? Каким образом устанавливается? Вы знаете, локация, кстати, я не упомянул, допустим, клуб активного долголетия, куда достаточно с большим желанием, с удовольствием идут наши жители пенсионного возраста. Видели своими глазами, готовы подтвердить. Да, там более 150 уже провакцинировано, причем, в общем-то, клубы были по постановлению закрыты, и работа началась только буквально не так давно, пару месяцев мы работаем в клубах активного долголетия. И был свидетелем общения с одним пенсионером в Звенигороде. И когда я спросил, вот, а почему вы сюда? Опять же, это ментальность и психологическое восприятие людей. Ну, мне, говорит, как-то здесь комфортнее в клубе активного долголетия. Мне не так боязненно, хотя это уже... Простите нас, Андрей Васильевич, страх белого халата все-таки немножко есть. Именно страх белого халата, да. С другой стороны, также вот Андрей Васильевич тоже знает, я ему это рассказывал, когда мы в той же Звенигородской уже в поликлинике пришли посмотреть, как проводится вакцинация. И там тоже пожилые люди говорят, ну, а как мы же привыкли, что все услуги оказываются в поликлинике. Поэтому здесь диверсифицированный подход, привычка, инертность в хорошем смысле наших жителей, или что комплекс услуг медицинских оказывается в больницах, стационарах, поликлиниках. А что касается торговых центров, то мы, конечно же, смотрели трафики. Трафики посещаемости, причем она такая и понедельная, и почасовая. Вот, к примеру, торговый центр «Глобус», где открыт пункт вакцинации, там в будни, когда, в общем-то, во второй половине дня, когда многие там или после работы приезжают за продуктами и идут вакцинироваться. Поэтому, в общем-то, масштабный диверсифицированный подход определения точек вакцинации. Андрей Васильевич, правильно я понимаю, что принципиальной разницы нет, где сделать прививку, оборудование, и там, и там одинаково. Нет персонала такой же квалифицированный? Конечно. Это наш персонал, который работает в больнице. То есть, постоянный персонал, постоянные врачи, постоянные медсестры, которые находятся у нас. Плюс, естественно, каждый наш пункт вакцинации, где он не был, в поликлинике, он в амбулатории, либо в торговом центре, он у нас оборудован по единому стандарту. Это обязательно холодильник для хранения, вакцина для при правильной температуре, обязательно кушетка, медицинское оборудование и, естественно, обязательно укладки. Это, скажем, противошок, укладка обязательно есть везде. То есть, если, наибухо, будет эта реакция аллергическая на вакцину, мы всю эту помощь вам окажем как и в поликлинике, так и окажем, естественно, в любом месте, где мы вакцинированы, в том числе в торговом центре. То есть, это не принципиально. Тема, соответственно, будет пройти вакцинацию. Вот, кстати говоря, возвращаясь к торговому центру, мы снимали неоднократно сюжет, как там работают пункты вакцинации, и практически под каждым появлялся комментарий. Кто же пойдет делать прививку в торговый центр? Там же грязно, там же люди, там же антисанитарные условия. Вот давайте опровергнем этот миф. Вот давайте посмотрим, как все проходит, а потом прокомментируем. Любови Афанасьевне 65. Она пришла вакцинироваться от коронавируса в мобильный пункт, расположенный в Одинцовском гипермаркете «Глобус». В ее окружении уже есть переболевшие, которые тяжело перенесли эту коварную инфекцию. Поэтому при первой возможности женщина решила привиться. Положительно, очень довольна, конечно, о чем там говорить. Да, все вакцинируемся, и на предприятии на моем будем стараться проводить это мероприятие. По признанию медиков, большинство их пациентов как раз люди старшего возраста. Хотя и молодежь тоже приходит. Волонтеры помогут сделать ксерокопию документов и предоставят анкету для заполнения, где пациент сможет указать свои хронические заболевания и даст добровольное согласие на вакцинацию. В кабинете первичного осмотра врач измерит температуру тела и уровень сатурации, насыщение легких кислородом. Если нет противопоказаний, выдаст допуск на прививку. После прививки категорически запрещается употреблять алкоголь, запрещается мочить прививку. В течение трех дней пациентам рекомендуется следить за своим состоянием, за температурой тела. Соответственно, если у пациента возникают какие-то воспалительные процессы, пациенту рекомендуется обратиться в поликлинику по месту жительства. Вакцинация в мобильном пункте, который открылся 6 февраля, проходит в штатном режиме с 13 до 19.00. Ежедневно там прививают от 50 до 100 человек в возрасте от 18 лет. Для этого необходим лишь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования. В прямом эфире ТВ программа «Главная тема». Сегодня мы развенчиваем самые популярные мифы, связанные с вакцинацией от COVID-19. Посмотрели, как в данном центре, конечно, прокомментируйте, пожалуйста. Панели, которые легко, соответственно, выбираются, дисфицируются. Полноценные медицинские панели стоят. Медицинский холодильник стоит, морозильная камера, где минус 18 и ниже находится температура для хранения вакцины. Одетый персонал в униформе, естественно, и одноразовые шприцы. Перчатки, маски, как мы все видели. Перчатки, да, все в полном объеме. Соответственно, разницы большой это поликлиника, либо торговый центр, сейчас уже нет. То есть, соответственно, мы условия в торговых центрах, благодаря главе администрации нашей, сделали такие же полноценные, как и в поликлинике. Бояться абсолютно нечего. Нет, это безопасно. И почему торговый центр удобно, потому что ты идешь за продуктами, параллельно получил, скажем, услугу вакцинации. То есть, соответственно, ты не отвлекся, не поехал даже в поликлинику, ты максимально приближен к, скажем, дому, к своим делам, получил вакцину. И не надо записываться. Не надо записываться. Что тоже очень удобно. Что тоже не проблема, на самом деле. 8-495-508-86-84. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, мы вас слушаем. Как вас зовут? Все, да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Галина. Галина, очень приятно. Задавайте ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, как записаться на прививку в Одинцовском округе? Галина, а вы решили вакцинироваться? Да. Почему? Ну, страшно. Хочется быть здоровой и не болеть. Не зародить своих близких, родных. Спасибо вам большое, Галина, за вопрос. Кто прокомментирует? Да, давайте. Я, наверное. Готовы все ответить? Да, мы работаем как одна команда, да, работаем на вакцинацию как одна команда сейчас в нашем городском округе. Что касается, как записаться. Значит, самый простой способ, это по телефону 122, прямой короткий номер, скажет, где вы находитесь. Это единое полцентр губернатора. И может быть записаться, соответственно, ближайшую к вам поликлинику, амбулаторию, там, где проходит запись под вакцинацию. Сейчас мы работаем день в день, соответственно, то есть можно записаться, допустим, на завтра, либо на сегодня, ну, да, уже на завтра записаться можно будет и получить, соответственно, прививку. Второе, это госуслуги, естественно, также через личный кабинет записаться. В ЕМИАСе видны будут наши все кабинеты, также в амбулаториях или в поликлиниках тоже можно будет записаться. Ну, и по центру губернатора через телефон 8800, который пишет 5030, также можно записаться на прививку к обычному, записывающему терапевту, к любому другому специалисту. Ну, и, естественно, прийти в поликлинику, подойти в регистратуру, вас проводят, у нас обязательно есть кабинет, где есть свободный врач, который может быть, прийти и день в день, соответственно, услугу получить. А вот кто, по мнению специалистов, ну, то есть вас должен привиться в первую очередь? Конечно, врачи. То есть мы сейчас максимально проводим работу по врачам. Это естественно, да, потому что обязательно врачи, если мы тем более контактируем, и в первую волну, в вторую волну, конечно, у нас были кто переболел, и переболел серьезно, поэтому, конечно, мы их вакцинируем, смотрим обязательно на уровень антител, и при их снижении, естественно, вакцинируем. А это, конечно же, учителя обязательно, потому что, то же самое, с людьми, полиция обязательно, то есть именно кто через кого проходит большое количество людей. Поэтому даже те же самые консьержки в подъездах, там, я не знаю, управляющие компании, те же самые дворники, мне кажется, это все, кто связан. Ну, я хотела бы добавить, у нас теперь Минздрав Российской Федерации включил в национальный календарь прививок, вакцинацию от COVID, и там есть три уровня групп людей, которые должны прививаться. К первому уровню относятся лица с хроническими заболеваниями, лица старше 60 лет, правильно, как сказал Андрей Васильевич, это сотрудники образовательных учреждений, медицинские сотрудники, сотрудники социальной сферы, и лица, находящиеся на круглосуточном пребывании в социальных учреждениях. Но ко второй категории относятся лейнослужащие, волонтеры, сотрудники сферы энергетики и транспорта. Ну, и к третьей категории это уже государственные муниципальные гражданские служащие, учащиеся колледжей и вузов старше 18 лет, и лица, подлежащие призыву на воинскую службу. Ну, вот следующая ситуация будет фантастическая, но, предположим, люди все-таки интересуются. Вот человек идеально соблюдает масочный режим, меняет маску каждые два часа, без маски никуда не выходит, моет руки, надевает перчатки, антисептик у него всегда с собой. Может ли он сказать, что я и так надежно защищен, поэтому мне не обязательно вакцинироваться? Или все-таки это снижает риск заболеть, но не настолько, чтобы отказываться от вакцинации? Ну, я могу сказать, что при проведении эпидемиологических расследований мы собираем сведения у заболевших. Очень часто бывает так, что человек находился дома, соблюдал там социальную дистанцию, обязательно масочный режим, все продукты, которые заносились домой в пакетах, пакеты протирались, но все равно человек заболевал. Поэтому, естественно, вакцинация – это лучший выход из положения, это искусственный иммунитет, и человек будет спокойно себя чувствовать защищенным и так далее. Олег Васильевич, наверное, следующий вопрос задам вам. Мы тоже вакцинировались, ни для кого не секрет, и сейчас телезрители в этом еще раз убедятся. И когда мы рассказывали, что вот мы-то на самом деле привились, нам теперь бояться нечего, и следующая фраза, которую мы слышим – «Ой, да вас заставили». Могут ли кого-нибудь заставить вакцинироваться? Нет, конечно же, мы никого не заставляем. Да, есть определенная ответственность, как на нас, как на органах местного самоправления, на здравоохранении как инструментах, в хорошем смысле этого слова. На нас ответственность, чтобы мы до каждого жителя донесли, в первую очередь, необходимость вакцинации. То есть просветительская такая работа. А вторая задача, вторая история – это чтобы создать максимально удобные, максимально комфортные условия вместе с органами здравоохранения, Одинцовской областной больницы, поликлиническим земном, условия для вакцинирования. Ну и, конечно же, помимо того, что мы делали с самого начала пандемии, это профилактические, противовидемиологические мероприятия. Как было уже сказано, в первую очередь там, где целевая аудитория входит в группу риска. Это образование, это социальная сфера, это транспорт, это квартирные дома, это тема ЖКХ, то есть это и обработка, и дезинфекция, и соблюдение утреннего фильтра в образовательных учреждениях. То есть вот эти все мероприятия максимально в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора в соответствии с постановлением губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и распоряжениями главы округа мы, конечно же, исполняли и за этим следили. Вот это главная задача. Но чтобы заставлять, нет. Если этот комплекс мероприятий в полном объеме проводить, то, во-первых, и жителям создадим условия, ну и, надеюсь, донесем до каждого жителя необходимость и правильность проведения вакцинации. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 8495-508-86-84. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Иван Иванович. Очень приятно, Иван Иванович. Я, как и я, вот, женой мы вдвоем прибили. Я хочу сказать... Как себя чувствуете, Иван Иванович? Благодарить Андрея Васильевича за хорошую организацию прибивки. Вот мы прибивали... Вот того мы часа позвонили на горячую линию, записали. Третья прибивка, 24-го. Прекрасно все организовано. Никаких осложнений. 23-й прибился, в лес сходил, погулять нашел воздухом. Два дня прошло с палочками. 24-го с палочками. Не таких противопоказаний. Призывая один зов, что не сидите дома. Идите, прибивайте. Пока бесплатно. А то потом поздно будет, когда вы перережали в больнице. И в таком состоянии, когда вас будет переворачивать, вот это подумать. Я вот видел, по телевизору показывали, как люди тяжело пожиловозвратно назначили. У меня заболеваний куча, но прошло все гладко. Спасибо вам большое. Иван Иванович, Иван, спасибо большое за ваш отзыв. Будьте как Иван Иванович, прививайтесь. А главное, главного врача, я просто обнимаю вас, и вы знаете, что такое хорошее мероприятие. Вторая политика чудесно организована. Спасибо большое. Прививайтесь и будьте как Иван Иванович, ходите с палочками в лес, свежий воздух. Это тоже отличная профилактика многих заболеваний. И вот, кстати говоря, Иван Иванович, сам того не зная, подвел нас к следующему сюжету. Ну, во-первых, хочу пояснить, нас прививаться никто не заставлял, мы решили совершенно добровольно. А почему? Потому что мы снимали в инфекционной реанимации. Зрелище, на самом деле, не для слабонервных и очень страшное, и очень не хочется оказаться там. Как отреагирует организм на встречу с инфекцией, мы предугадать не можем. Поэтому привились. Давайте вспомним, как это было. Специальная подготовка не требуется. За три дня отказаться от горячительных напитков и не ходить в сауну и баню. Все, как рекомендуют специалисты. Это только у матросов нет вопросов. У врача к желающему привиться есть и не один. Кроме того, терапевт обязательно померяет температуру, давление и уровень кислорода в крови. Через три недели ровно приходите на повторную вакцинацию, то есть второй этап. Далее антитела формируются через 21 день после второй прививки. Значит, вы сможете сдать на антитела и убедиться в том, что они у вас образовались. А теперь все смело на первую вакцинацию. Да. Телевизионщики, как и медики, всегда на передовой. Удаленка не про нас. Первая волна коронавируса обошла редакцию ОТВ стороной. Все-таки маски, перчатки и антисептик свою роль сыграли. Во вторую контакта с COVID-19 избежать не удалось. Поэтому, долго не раздумывая, те, кто не переболел, решили привиться. Мы всегда в движении, мы посещаем общественные места. И, безусловно, здоровье для нас на первом месте. Поэтому мы за вакцинацию. К нам присоединились к редакции и сотрудники телерадиокомпании Одинцова. Это наши монтажники, это строители. Но это, опять же, все те люди, которые очень много общаются с другими людьми. Сегодня мы будем вас прививать против новой коронавирусной инфекции. Вакцина называется гамм-ковид-вак. Первый компонент, то есть через 21 день придется за вторым повторно. Непривычно быть героиней собственного сюжета. Честно скажу, немножко волнительно, но я убеждена твердо, что прививку сделать нужно. Потому что ковид-заболевание страшное. Мы были в красной зоне два раза, и там действительно очень страшно. И очень мне хочется заболеть. Поэтому надо вакцина. Ну вот и все. Первый компонент вакцины. Спутник Ви мне ввели. Уверена, что все будет хорошо. У Айки очень, правда, легкая рука. Всем советую. После прививки может ненадолго подняться температура. Выше 38 советуют сбить любым жаропонижающим. Если место укола начнет чесаться, можно принять антигистаминный препарат. Кстати, сразу после введения вакцины отправиться домой не получится. Медики советуют оставаться в поликлинике еще около получаса. Чувствую себя нормально, так же, как до прививки, никаких изменений. Великолепно себя чувствую, как будто ничего и не делал. Голова не кружится, ничего не происходит. Нет, голова не кружится, ничего не происходит. Очень легкая рука у медсестры. А через полчаса можно идти домой. Физическую нагрузку умерить, горячительное, три дня не пить. И обязательно через 21 день запланировать еще один визит в поликлинику для введения второго компонента вакцины «Спутник Ви». В прямом эфире УТВ программа «Главная тема». Сегодня мы говорим о вакцинации от COVID-19. Работает телефон прямого эфира 8495-508-86-84. А также вы можете оставлять комментарии в социальной сети Instagram. Также можете задавать там свои вопросы. Вот тут комментарий я сейчас и прочитаю. Ирина пишет, вакцина до конца не исследована. Какой может быть план по вакцинации? Одинцова в красной зоне, но вот поэтому она предполагает всех на вакцинацию и загоняет. Хотя мы выяснили, что никого не загоняют, все, собственно, идут туда добровольно. И не только мы в этом сюжете, но и, честно, своими глазами неоднократно это видели. Даже очереди стоят. Чаще всего социальную дистанцию соблюдают. Давайте поясним, а правда, как безопасность вакцины исследовалась? Значит, у нас вакцина прошла все три этаповые испытания. Это, соответственно, на этапе внедрения, скажем, федеральные испытания были. Не было незначимых осложнений. Мы сами уже на своей базе привели почти 28 тысяч человек уже, в Одинцово только. Соответственно, мы тоже не видели ни одного значимого осложнения, чтобы после вакцины человек погибал, или как сейчас после приема вакцины есть какие-то там тромбы и боли. Такого мы не видели ни разу. Соответственно, наша вакцина, она по, скажем, там, мировой литературе, она безопасная абсолютно. Она действенная, потому что мы после обязательно сдаем поствакцинальные тела, после перенесения, соответственно, вакцинации, видим их рост. То есть, тем самым вакцина после прививки, после прививки, то есть мы видим, гарантирован будет рост антител, что позволит уже в будущем не болеть, либо если даже заболеть, то это будет легкой форме притекать. А вот, кстати говоря, какая вакцина, Анастасия Васильевна, расскажите. У нас в Одинцовском округе какую вакцину можно поставить? Ну, у нас в основном сейчас ставят гам-ковид-вак. Это торговое название спутника ВИ. Вакцина двухкомпонентная. Компонент один и компонент два. Ставится дважды первый компонент. И через три недели второй компонент. Иммунитет возникает на 42-й день с момента первой вакцинации. Вакцина действительно достаточно распространенная сейчас в Российской Федерации. Очень многие уже ее сделали. И, в принципе, иммунитет возникает. Сдавались и титры антител. Поэтому очень хорошая вакцина. А планируется ли поступление других вакцин? Да, вот. Да, мы уже только сегодня обсуждали. У нас сейчас планируется поступление пивак-короны вакцины и кови-вак. Соответственно, это сделано из Сутна Вектора в Новосибирске и Чумаковским центром в Санкт-Петербурге. Планируется поступление вакцин. Сколько только они будут поступить к нам, мы об этом отдельно сообщим. Пока массово мы прививаем спутником ВИ. А я напоминаю, что мы в прямом эфире 8495-508-86-84. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Анна. Анна, очень приятно. Задавайте ваш вопрос. У меня было два вопроса, но на один, по-моему, уже только что ответили. Я хотела спросить, когда появится пивак-корона для прививки в Одинцово. А второй вопрос. Я сдала дважды тест на антитела. У меня 3,3. При норме 1,4, но вернее не норме, а в высшем пределах. Нужно ли прививаться в этом случае? Спасибо большое, Анна, за вопрос. Андрей Васильевич, пожалуйста. Это антитела G или M? Анна, вы еще с нами. Антитела у вас G? Я с вами G. G. Спасибо. Соответственно, пока еще есть напряженный иммунитет. Пока еще можно не прививаться. То есть, где-то, ну, с тенденцией снижения, я думаю, что еще месяц на 2, на 3. Это уровень должно хватить. Примерно месяца через 2, через 3, я думаю, что он достигнет уже уровня нормальных тел. Тогда нужно будет прививаться. Пока не надо прививаться. А некоторые уверены, что лучше переболеть. И иммунитет будет лучше и крепче, чем от вакцины. Вакцина все-таки, да, он такой искусственный иммунитет создается. А здесь, естественно, все получается. Все как в природе. Как у нас сегодня было послание президентка, он сказал, что можно, конечно, переболеть. Но где гарантии, что... Какие последствия будут. Да, какие будут последствия. И вообще, сможешь ли вы выжить после этой болезни. Потому что у нас сейчас лежит в социнарах почти 700 человек. И они реально болеют. И у нас полная реанимация находится. И в Одинцово, и в Зениграде. И поэтому, конечно, переболеть можно. Но это будет огромный риск. И, конечно, с риском вакцинации он не сопостоим просто. Во-вторых, мы сейчас будем заниматься долгой реабилитацией больных после ковида, которые перенесли КТ-2, КТ-3, КТ-4. И сейчас до сих пор не могут адекватно ходить даже по квартире. То есть пользуются именно кислородными ингаляторами и так далее. Поэтому, конечно, переболеть можно рискнуть. Но это только на собственном риск. Никакие, да. Но кто может дать гарантии? Потому что у нас болеют абсолютно все. И молодые, и пожилые люди. Конечно, если человек пожилой, то тут абсолютно не нужно рисковать. 160 плюс надо перерываться однозначно. И чем быстрее, тем лучше. Там еще молодые могут как-то поиграть. Потому что молодые проходят все-таки в силу имутина по-другому немножко. И легче проходят. И с меньшими осложнениями. Естественно, если нет заболеваний гипертонии, диабета, допустим, хронической почечной недостаточности, то протекает более-менее нормально. Но если 60 плюс, еще какие-то из осложненных заболеваний, как правило, то, конечно, лучше прививаться. Но при этом я хочу сказать, мы когда снимали в реанимации 45-й больницы, большинство пациентов были не из группы риска. То есть все-таки расслабляться, наверное, не стоит никому, как вы только что сказали. А я хочу сказать, что на собственном примере я тоже не имею хронических заболеваний. В октябре перенесла коронавирусную инфекцию, КТ-2, 60% поражения. И если бы на тот момент была вакцина, я бы, конечно, лучше привилась. Потому что никто не ожидал, что заболевание будет настолько тяжело протекать. Вот она информация с первых уст. 8-495-508-86-84. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Меня зовут Надежда Яковлевна. Здравствуйте, Надежда Яковлевна. Задавайте ваш вопрос. Мне 67 лет полно. Я сделала две прививки уже. Большое спасибо всем. Но у меня такой вопрос. У меня муж страдает с актером диабетом. Он инсулинозависимый человек. Он никуда не ходит. И вот скажите, пожалуйста, можно ли дома привить, приехать его? Потому что все-таки я хожу и по магазинам. Говорят, что я даже, несмотря на то, что я сделала прививку, я все равно могу заболеть. И не дай Бог, я принесу это домой. Я очень за него переживаю. Спасибо большое, Надежда Яковлевна, за ваш вопрос. Вопрос очень хороший. Андрей Васильевич, вы поясните. Да, у нас есть такая возможность. Мы можем прививать на дому. Мы уже делали. Именно кто, скажем, маломобильный, кто не может выходить из дома, в силу тяжести состояния, мы, естественно, можем прививать на дому. Нужно будет либо связаться с поликлиникой, либо со службой. И, соответственно, мы это все организуем. У нас есть наличие вакцин. У нас есть специальные холодильники для переноски, для сохранения температуры именно минус 18 и ниже, чтобы можно было вас достать именно к пациенту. Поэтому это не проблема. То есть все уже возможно? Да, все возможно. А если после первого этапа вакцинации, вот о чем переживает Надежда Яковлевна, человек заболел, нужно ли второй этап проходить? Нет, уже проходить его будет не нужно. Соответственно, вы уже болеете, у вас уже будут интелла после болезни. Соответственно, уже проходить его будет не нужно. Либо, соответственно, через полгода после, скажем, завершения болезни. Ну и мы знаем, да, мы уже поговорили, через три недели второй этап. А можно ли сдвинуть проведение второго этапа? Тоже можно будет, может сдвинуть до шести недель, но ничего хорошего до этого не будет. То есть, соответственно, скорее всего, будет уже ниже уровень тител. И если шесть недель и больше, то лучше будет повторно перепрививаться через полгода. А так, конечно, лучше в сроки уложиться. То есть одна и через три недели вторая. А я хочу напомнить нашим телезрителям, что в самом начале программы я зачитала комментарий о том, что пожилым людям прививка якобы противопоказана. Она ухудшает самочувствие, и многие даже заболевают онкологическими заболеваниями. О героине нашего следующего сюжета Зои Павловне Гриценко, 79 лет. И мы узнали, как сейчас чувствует себя жительница деревни Барки. У меня документ, сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Подарок к Новому году. Первый компонент вакцины «Спутник Ви» 79-летняя Зоя Гриценко получила накануне праздника 30 декабря. Второй – ровно через 21 день на крещение 19 января. На вакцинацию записалась, не раздумывая, в числе первых. Чувствую себя прекрасно. Вообще никаких последствий не было. Вот даже боли не было от укола. Вот как некоторые жаловались, я по телевизору много смотрела. Ничего не было, абсолютно все тихо, спокойно, как говорится. Вообще ничего не почувствовала. Выход из дома в случае крайней необходимости – маски и перчатки строго обязательны. Как и постоянное мытье рук. Но даже соблюдение этих мер не дает уверенности в том, что болезнь обойдет стороной. В отличие от прививки, иммунитет к коронавирусу формируется через три недели после введения второго компонента вакцины. Сказали, значит, 21 день еще надо беречься. Сделать прививку от коронавируса могут россияне от 18 и старше. Первым компонентом вакцины «Спутник Ви» уже привились более 2000 жителей Одинцовского округа. Для того, чтобы привиться, пациенту в первую очередь нужно записаться через личный кабинет. К нам в кабинет вакцины профилактики. Прийти в назначенный день время. Посетить врача-терапевта. Потом пройти вакцинацию. И через 21 день обязательно подойти на вторую. Все пациенты строго по записи. Вход в кабинет вакцины профилактики только с одобрения терапевта. Специальной подготовки не требуется. В прямом эфире УТВ программа «Главная тема» 8495-508-86-84. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьте, пожалуйста. Виктор, меня зовут. Виктор, очень приятно. Задавайте ваш вопрос. Я живу в горках десятых. У нас прививки в амбулаторию это не делают. Ближайшая амбулатория в Успенске. Там тоже не делают. Прогружают поехать куда-то в Юдино. И в магазин в обус. А мне к терапевту нужно обращаться или нет? Или как это делать? Я переболел. Ну, 37 у меня там какие-то тетила. Ну, переболел я где-то в ноябре-декабре. И вот. Скажите, пожалуйста. Захотелось привиться. Мы больны. Все, поняли ваш вопрос. Виктор, спасибо большое. Андрей Васильевич, вам? Значит, если переболеть, то в ноябре-декабре, то приваться пока еще не надо. Тем более 37 уровней тетил. Я думаю, что пока не надо. Минимум полгода. Это июнь, июль. Раньше не надо даже об этом думать. Лучше также сдать на тетила, сдать анализ ИФА и, соответственно, после этого принять решение. По поводу вакцинации. Мы сейчас планируем разворачивать уже Коркодесятых, Успенск. Во всех больших амбулаторах тоже, соответственно, будем у нас пункты вакцинации будут работать по графику. Сейчас ближайший-то в Перхушково можно доехать в наш филиал, там в поликлинике мы прииваем. Либо, соответственно, Глобус также находится в Юдино. Там можно проявиться. Либо, соответственно, доехать уже до Одинцова, там до первой поликлиники. Соответственно, я думаю, что этому человеку, кажется, прививаться не надо. К терапевту тоже идти сейчас не нужно по поводу прививки. Но если там на Дом-30, кто-то вызовет, может быть, близких людей, это просто приходит в поликлинику, идет к терапевту и сразу же в тот же день прививается. То есть специально записываться к терапевту для прививки. Для осмотра прививки не надо. То есть это просто записываться на вакцинацию и можно сделать прививку таким образом. Вот, кстати говоря, еще один популярный комментарий. А как это так? Они сдают прививку, а на антитела не сдавали. Ведь надо же анализ обязательно сдавать. Не обязательно сдавать анализ. Если вы переболели более полугода назад, достоверно, известно, то можно смело прививаться. Если даже у вас осталось какое-то там минимальное количество антител, то хуже этого точно не будет. Это будет только положительная реакция. То есть, соответственно, у вас по спривке они будут выше. И все. То есть это совершенно безопасно. Олег Васильевич, мы уже посмотрели, да, про Зоя Павловну сюжет. Слава Богу, чувствует она себя прекрасно. Хотя привелась она в числе первых еще в начале этой зимы. Какую работу проводите со старшим поколением, вот кроме клубов активного долголетия? Что еще происходит? Недавно мы снимали в ДК «Полет». Очень благодарили пожилые люди, что там организовали пункт вакцинации. Мне пришлось никуда ехать. Да, мы организовывали, во-первых, встречи изначально, такого информационного порядка вместе с Андреем Васильевичем, другими врачами. Больше разъяснительные для общественных организаций и для лиц пенсионного возраста. Потом, все-таки, здесь уже звучало в рамках передачи, что действительно у людей много различного рода фобий, кривотолков, мифов. Мы проводили опрос, телефонный опрос. Порядка 30 тысяч жителей Одинцовского округа, категории 60+, обзвонили. И именно в соответствии с чек-листом, зная наиболее популярные мифы, кривотолки и фобии, мы старались в телефонном разговоре с сотрудниками администрации, социальных служб разъяснить и также получить обратную связь, действительно ли среди жителей это имеет место быть. И, конечно же, в этих телефонных разговорах, звонках мы разъясняли, во-первых, необходимость вакцинации, ну и главное, что очень важно пожилым людям, где ближайшие места вакцинации. То есть практически по адресу узнавали, где, ну и так знали, когда звонили, где находится территориально, где проживает житель, и давали ближайшие точки, куда удобно прийти по вакцинации. И, в общем-то, это тоже возымело свой эффект. После встречи, кстати, в администрацию округа с представителями клуба «Активного долголетия», различных общественных организаций пенсионного возраста, мы совместно с Одинцовской областной больницей на следующий день буквально провели День здоровья, так называемый, помимо вакцинации, еще предложили консультации терапевта, Андрея Васильевичу ввел консультацию офтальмолога, и заметили практически 80% пришедших, хотя локация была в волейбольном центре, 80% пришедших было как раз после нашего живого общения. Поэтому это имеет эффект, и именно имеет эффект, когда не просто мы приходим, как сотрудники администрации, а еще совместно с медицинскими работниками, с представителями Роспотребнадзора, где, в общем-то, достаточно профессионально из первых уст развенчиваются все возможные мифы. Ну да, одно дело читать страшилки в интернете, а другое дело общаться глазу на глаз с специалистами. Да, и задавать вопросы. 8-495-508-86-84. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Инна. Инна, очень приятно. Задавайте ваш вопрос. У меня такой вопрос. Добрый вечер. С начала сдачного сезона начинается выезд дачников за город на участки. Запланированы ли встречи с жителями дачных поселков, с удовольствием товарищей? Вот такой интересный вопрос. Хотят люди информацию получать из первых уст, из проверенных источников информации, а не из комментариев в социальных сетях? Ну, вот что называется, да, совсем ближайшая свежая информация и ответ на вопрос. У нас 23 апреля, в эту пятницу, в 14.00 запланировано в администрации, в актовом зале, встреча как раз с председателями садовых товарищей, с представителями коттеджных поселков СНТ на предмет как раз того, чтобы получить обратную связь. Ну, во-первых, рассказать о необходимости вакцинации. Также на этой встрече будут приглашены сотрудники и работники здравоохранения. Там Андрей Васильевич всегда откликается, присылает своих специалистов. Где будут, повторюсь, разъяснены вопросы о необходимости вакцинирования, ответы на всевозможные вопросы, которые постоянно в сетях. Ну и плюс мы хотим, в общем-то, получить от представителей СНТ, товарищей садовых, пожелания, где, в каких местах локации наиболее удобно развернуть мобильные пункты вакцинации, чтобы, в общем-то, мы точно и эффективно решали задачу привлечения и вакцинирования желающих всех, тех, которые сделают желание. Поэтому, да, эта встреча ближайшая, 23 апреля в 2 часа, будет в администрации, в актовом зале. Ну и, наверное, самый главный вопрос сегодняшней программы, для которого все организовалось. Правильно ли я понимаю, что пандемию мы победим тогда, когда появится коллективный иммунитет? А вот когда он появится? Если он появится, когда мы привьем 60% населения нашего городского округа, ну и Российской Федерации, если мы против в рамках России. Но когда мы привьем, соответственно, зависит от наших жителей, как быстро они к нам смогут обратиться. Если к нам будет организован адекватный поток, мы будем все больше и больше вводить наши кабинеты, соответственно, чтобы максимально переварить людей, которые хотят привиться. Поэтому это зависит от наших жителей, от нашей, так скажем, сознательности. Чем мы больше будем прививаться, чем быстрее мы с этой пандемией справимся. Так что все в наших с вами руках. И тогда, наверное, можем попрощаться с масочным режимом, ходить, не боясь заразить или заразиться друг к другу в гости. Иными словами, вернемся в те старые, добрые, карантинные времена. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Спасибо. 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 Спасибо.